Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «Один из нас». Мы находимся в уютнейшем зеленом зале кинотеатра «Родина». И как раз в кинотеатре «Родина» уже несколько лет успешно существует клуб психологического кино «Инсайт». На стыке психологического тренинга и просмотра произведений киноискусства работает Сергей Жаданов, наш сегодняшний гость. Психолог, я думаю, уже специалист по кино в определенной степени. Со своей позицией, поэтому сегодня поговорим и о кино, и о психологии, и как это привлекает людей регулярно. Это не стало каким-то одноразовым мероприятием, а у вас действительно свой формат, который привлекает. Но я думаю, что это вряд ли ходят одни и те же люди, все новых и новых зрителей. Здравствуйте. Действительно, есть и завсегдаты, которые действительно годами преданы нашему формату. Но и каждый раз спрашиваем, есть кто новый, и каждый раз поднимаются руки. То есть, все-таки привлекает людей. Это самое главное, потому что, ну, сами знаете, это как течение воды. Да, да. Давайте чуть-чуть издалека начнем, чтобы кто сегодня будет смотреть нашу программу, с вами могли поближе познакомиться. Что в вашей жизни раньше появилось, кино или психология? В моей жизни раньше появилась, наверное, философия, потом эзотерика, потом вот много всего. И в том числе очень интересный формат. Мне вообще интересно, когда что-то на стыке рождается. И когда я увидел формат синемологии, а это, в общем-то, признанный достаточно формат в психологии, то очень здорово зашел. Более того, когда разбирали фильмы, то есть был формат, где специалисты, я видел, как специалисты разбирают фильмы. Каждый со своей стороны. Сам формат мне зашел. Почему? Кино вызывает эмоции, а эмоциями хочется сразу поделиться, что-то усилить, где-то вот рассказать. И поэтому вот этот формат общения с залом, когда вот идет фильм, усиливание каких-то моментов, то есть мне очень импонировало. Давайте чуть попозже в него углубимся. То есть до того, как появился этот формат, что составляло вашу практику как психолога? Я, собственно говоря, раньше работал в большей мере с предприятиями, с персоналом. Быстро вычислить особенности персонала, понять сильную слабость. Вы тренингами занимались или работали там? Больше аналитикой. А, аналитикой. Ну, то есть аналитика, тренинги, то есть вот сопоставлял просто по одному из образований. Я магистр управления инновационной деятельностью. Мне интересны бизнес-процессы, как состыкованы процессы и люди. Поэтому человек в процессе для меня, он всегда был интересен, а фильм, сюжет фильма, это всегда человек в процессе. Чем хорош фильм? Тем, что там все рассказано языком действия. А действия можно проанализировать. Ну, то есть вот есть там какие-то эффекты, можно вот там, как в 17 мгновений весны, голос из-за кадра, и он подумал там о чем-то. Но, тем не менее, то есть действием выразить, и для меня это всегда очень показательно. Ну, я просто почему начал именно с такого вопроса, что появилось раньше? Ну, так или иначе, вы с кинематографом все равно с детства взаимодействуете, как зритель, в большей степени, наверное, нежели чем аналитик. Вот что формировало ваш вкус? Что вам нравилось смотреть? Я не знаю, в детстве и потом уже более осознанно, там, в переходном возрасте, юношей? Детство и юношеский возраст – это вся романтика, приключения, безусловно, потому что я в душе романтик. Вот у меня при всем том, что математический склад ума – логическое мышление, в душе я все-таки романтик. И вот люблю людей, люблю какие-то ситуации, мне просто интересно, как некая событийность. Поэтому сказать, что какая-то приверженность к каким-то там, ну, вот только это, вот такого нет. То есть это такой широкий диапазон. Ну, пожалуйста, что в этом диапазоне вас увлекало? Ну, романтика там, три мушкетера, хотя поклонникам книги советские три мушкетера не очень нравятся. Индиана Джонс, да, когда пошла вся эта серия, вот это все пошло. Он обожал фантастику, начиная вот с советской фантастики, там, этот... Человек-амфибия – один из самых ярких примеров, наверное. Ну, пожалуй, все-таки, наверное, чуточку позже. Это «Через тернии к звездам», вот этот формат, вот космос, еще там что-то, вот эти открытия, вот что-то новое. Всегда свойственно человеку искать что-то необычное новое. И когда красивый фильм, он где-то фонит... Ведь чем фильм отличается от книги? В книге ты все это рисуешь в воображении, а здесь у тебя уже нарисовано, ты просто переживаешь. И если, вот, прочитал книгу, смотришь фильм, где-то бывает, ну, впечатляет, а где-то не очень. Да, бывает диссонанс, потому что у тебя воображение уже поработало, и у тебя были, как бы, свои представления. Да. Когда в 90-е начался, допустим, какой-то там цикл фильмов ужасов, вот для меня это никогда не были ужасы. Я вот этот, там, Фредди, еще там кто-то, я просто представляю, как актеры, вот они этим тестами смазываются, гримируются. Я просто понимаю, насколько ребята веселятся. Да, это очень весело будет. И в этом плане просто, когда я смотрю это на шоу, на действия, я понимаю, там есть какие-то психологические завязки, я понимаю, на что они влияют. Мне просто интересно смотреть на эти влияния. Поэтому для меня это тоже не является, там, каким-то, понятное дело, как для мальчика интересны все, там, боевики, детективы. То есть не без этого. Поэтому в широком диапазоне и уже, может быть, более зрелое кино, это все-таки, ну, где-то драма, мелодрама, комедия. Ну, а вот из драм, которые, знаете, там, фильмы, которые на меня повлияли, все равно у нас что-то формирует. Какие идеи прямо вот показались вам, вау, какими-то уникальными, то, о чем вы раньше не задумывались? Ну, в какой-то мере каждый фильм несет какие-то вот такие интересные идеи. Так вот сказать, что прямо вот-вот... Ну, есть фильмы, если мы возьмем какую-то, там, устоявшуюся мировую классику, ну, которые призваны, там, что-то в человеке поменять. Ну, сделать его, там, сколько-то лучше. Человек-дождя, там, Форест Гамб, Пролетая на гнездом кукушки. То есть вот что-то такое направленное на созидательное, человеколюбивое, свободолюбивое, вечное, мотивирующее тебя, в хорошем смысле, мотивирующее. Заглянуть внутрь себя и обратить, как бы, более пристальное внимание на то, каким человеком ты хочешь быть. Ну, какие-то фильмы, переворачивающие нас. У вас не было такого? Наверное, нет. Какие-то фильмы, ну, если взять, понятно, открытие, о которых мы уже говорили, там, когда Матрица... Это мы с вами за кадром говорили. Матрица вот. То есть Матрица, она просто показала, действительно, заставила задуматься, тот ли мир, который мы видим, слышим, знаем, то ли это. В принципе, был похожий фильм «Тринадцатый этаж», по-моему, тоже эта же концепция отыгрывается, что мир – это иллюзия. В этом плане, почему мне, например, это было интересно, потому что для меня, я как-то, может, смотрел на фильмы, у меня было какое-то свое мнение по поводу героев. Когда вышел фильм «Москва слезам не верит», Гога, Гоша, такой мужчина, абьюзер, он просто, что называется, то есть она, ну, я себе представляю уровень, ну, то есть вот депутата высокого уровня, уровень директора завода, это и какой-то вот, и вот он такой мужчина, он у себя такой мужчина. Вот для меня как-то вот это был какой-то нонсенс. То есть он для вас отрицательный персонаж? Отрицательный персонаж. А у меня тоже есть такой пример из советского кино, и мы это часто обсуждали с друзьями в новогодние праздники, потому что это везде идет, и сходились во мнении, что с какого-то возраста я вообще не понимаю, почему Ипполит в иронии судьбы отрицательный персонаж. Что не так с Ипполитом? Ипполит склонен к доминантности. В этом плане там действительно, ну, вот для меня там Мягкова тоже не является позитивным. Ну, Лугашин тоже гораздо более неприятный персонаж. Совершенно верно. Совершенно очевидно. Мамин кин-сынок, инфантил, зависимость от женщин, а пытается вот как-то вот влиять на ситуацию, решение не принимает. Ну, и деструктив в эту ситуацию он внес. Понятно, что они вряд ли были бы вместе, Ипполит с Надей. Да, да. Ну, либо были бы, ну, тоже в достаточно, наверное, абьюзивных отношениях, потому что он там, да, склонен, наверное, там, к вещизму и... К доминантности, то есть вот к морализаторству, да, то есть есть такое. Ну, что в этом раздражает, то, что они без него, возможно, разобрались бы в своих отношениях, хотя, с другой стороны, он выступил катализатором. Ну, просто когда ты смотришь уже взрослым, во-первых, Юрий Яковлев просто приятный человек, и его выставляют, ну, полным дураком, то, что он напивается, вот эта сцена, там, с тем, что он моется, значит, в душе, в верхней одежде. В общем, я с какого-то момента просто, ну, понятно, что он не идеальный персонаж, которому просто дали под зад, и, значит, иди празднуй Новый год один, но в сравнении с главным героем, я подумал, что для меня в Ипполите гораздо меньше проблем, как будто бы. Ну, согласен, тем более даже пьяный, он там говорит совершенно справедливые вещи, очень откровенные вещи, которые... То есть в этом плане, именно в этот момент под душем он наиболее симпатичен, пожалуй, потому что он откровенен. То есть вот это вот... Вот многие... Для многих мужчин психология это что-то не просто чуждое, опасное. То есть каждый мужчина в какой-то мере сидит в танке, неважно, что там в танке происходит, главное, чтобы он там стрелял, ехал и так далее. И контролировал. Да. В этом плане как раз мне сейчас такая приятная тенденция, на киноклубы ходит достаточно много мужчин, молодых мужчин, которые пытаются разобраться, подходят, благодарят и говорят, вот, практически обо мне говорили. То есть вот видят вот это созвучие, и когда мужчина разбирается в своих вот этих внутренних процессах, ну, для меня это здорово. Вы, интересно, да, привели пример и тему затронули. Может быть, есть еще какие-то традиционные персонажи, которые считаются положительными либо отрицательными, но у вас они вызывают, проанализировав другие эмоции? Зимняя вишня. Это не о любви. То есть это о том, ну, то есть вот если взять, когда там, вот он совершенный нарцисс, вот он себя пока, он как среди, то есть вот он малыш, то есть он настолько самоутверждается, причем совершенно никчемный человек. И когда уже вышла вторая и особенно третья часть, вот там жирную точку поставили некоторые. Нет, это просто любовь, которой вот жизнь, она все-таки более такая брутальная, все-таки вот какая-то вот такая. И поэтому просто ребятам не повезло. Да как не повезло? У него жена, которая его гнобит. Он за нее пишет диссертацию. Она ему отказалась рожать детей. И он такой, ему где-то нужно восполнить, подрихтовать свою самооценку. Он находит влюбчивую женщину, которая с ребенком, которая уже на чем-то обожглась, причем очень красиво показано, как мама, в общем-то, из ребенка делает такого же зависимого. Вот, то есть что, твои чувства никому не нужны, да ты сам никому, в общем-то, не нужен. То есть там просто классика. И когда говорят, что это романтические фильмы, для меня это фильм ужасов. Ну да, там достаточно жуткие взаимоотношения у людей. Для меня такой же жуткий фильм «Любовь и голуби». Я вообще не вижу там любви, никаких проявлений. Для меня это какая-то анти-любовь. Ну, мне, во-первых, эстетика, прямо скажем, то есть, ну, я не чувствую, возможно, на каком-то уровне, как его в тот момент почувствовало население, русскую деревню того времени, да, быт и так далее. Для меня эстетика сама, ну, не особо привлекательная. Но, во-первых, для меня это всегда был фильм, где все на всех орут. Ну, то есть там с детства вот у меня сложилось с чем угодно. Даже то, что дети все равно любят там Иван Васильевич, Шурика, Буфанаду в стиле Гайдая. Мне гораздо больше заходил там тот же самый «Служебный роман», «Любовь и голуби». Я вообще не понимал, где любовь, где смех и где все остальное. Может быть, вы со мной не согласитесь. В «Любовь и голуби» есть замечательный, знаете, вывод, к которому приходит главная героиня. Она ему говорит, это то, что у многих, особенно у женщин, переворачивает мнение. Ведь, по сути дела, основой семьи является больше женщина. Особенно, когда это образ матери. У нас люди не понимают, что значит быть мужем и женой. Поэтому быстренько мы отец и мать. И вот как-то, и поэтому пока дети сплачивают, как-то семья есть. И не задумывается о собственных отношениях, только в связи с детьми. А поскольку мама больше, так сказать, на детей завязана, и поэтому вот некий семейный матриархат у нас как-то так в порядке вещей. Более того, а он стал отцом, а в нем вот эта подростковость осталась. Вот это голуби, где-то несерьезность какая-то, вот это показали. Но он чем-то увлечен, он где-то там, где-то ведомый. Вот момент, когда она говорит, Вася, ты знаешь, очень даже хорошо, что ты мне изменил. Вот этот шок, который она проговаривает внутренние какие-то, саму начинку, саму суть отношений. Она говорит, я тебя стеснялась, ты для меня был ненормальный со своими голубями, и у меня это злило. И я, с другой стороны, думала, ты никуда не денешься. Когда ты мне изменил, когда вот я поняла, что я злилась на тебя, но я прихожу домой, и я понимаю, что для меня этот дом пустой. Здесь вот этот сместили акцент не то, что человек делает, как поступает, а что этот человек, вот эта родная душа, душа тянется к душе. Личности у нас там бывают со всякими там гранями, а вот тянет, и она говорит, я понимаю, я только тогда поняла, как я тебя люблю. Если бы не это, я бы даже никогда не оценила наших отношений. И вот именно там они, по сути дела, вычленили из ролей отец и мать в роль мужа и жена. И показали, что есть любовь, когда уже и детей много, и когда ошибок она делали, что есть вот эта тяга, есть вот эта магия чувств. Вот там это действительно такой красивый момент. Вы сказали, что изучили формат синемологии. То есть он уже, в принципе, существовал, и вы были лично на каких-то таких мероприятиях, там, в России, может быть, или... Где вы нашли, в общем, вот эту методику? В большей степени, ну, поскольку я увлекался системным мировоззрением, для меня, моим в этом плане учителем, является Поляков Виталий Андреевич. И именно он, там я, он разбирал фильмы. То есть он, допустим, давал какие-то нам темы, где-то философские темы, где-то какие-то такие со своей спецификой проявления, там, универсальных законов. Он говорит, вот смотрите фильм. Вот здесь вот так разворачиваются законы, вот так вот работает система, вот так вот это работает. И действительно, когда вот я увидел, что можно не просто впечатляться фильмом, а включать голову и разбирать, меня вот это вот впечатлило, и потом, когда уже, ну, более серьезно начал заниматься психологией, что этот формат, действительно, увидел, что он достаточно классический, есть основы этого, как это делается, что здесь важны какие-то технические еще элементы, ну, которые я просто уже потом профессионально немножечко подтянул. Расскажите тогда, пожалуйста, про формат, как организованы встречи вашего киноклуба, и как, в общем-то, вам удается и кино посмотреть, и проанализировать. Заявляется тема, и фильм, он как раз демонстрирует тему. Иногда бывают действительно многоплановые фильмы, где можно на одном фильме несколько тем брать. Поскольку человеку трудно сразу сочетать какие-то форматы, то есть мы берем какую-то там тему. Ну, вот, например, недавно у нас проходил небольшой киномарафон по теме отцовства. Взяли фильм и именно роль отца, вот, выделить, вот, как он себя ведет, что он делает. И для того, чтобы было, ну, то есть возник вот этот вот контакт у человека более глубоко с героем, с ситуацией, нужно дать либо какие-то вводные понятия. Ну, например, в психологии так это работает, вот психика вот так работает. Вы знаете, вот мама отвечает за вот это, папа отвечает за вот это. У нас как-то принято, что любовь это в женском формате, то есть безусловно, любят вопреки всему. Говорю, ну да, вопреки здравому смыслу, и поэтому у меня клиентов всегда будет достаточно. Потому что люди любят вопреки здравому смыслу. А вот мужскую как раз через здравый смысл. Нет, подожди, так не должно быть. И это тоже любовь. У нас не понимают вот этого. И когда я начинаю говорить, и когда отец там вот так, вот так, у людей возникает в памяти собственные уже вот ситуации, и тогда у них обостряются их триггеры, вот эти, которые потом срабатывают по ходу фильма. Ну, то есть человек приходит, у вас есть какое-то вступительное слово. Вступительное слово, ну, то есть по теме, заявление по теме, базовые какие-то понятия, еще там что-то. И дальше уже ориентир на фильм. Вы фильм смотрите, я понимаю, что вы останавливаете, и у вас есть там моменты как раз общения. Вот сейчас об этом тоже спрашиваю. Но фильм вы при этом смотрите целиком или какие-то отрывки? Нет, фильм целиком. Фильм целиком. Ну, ведь должна быть весь цикл, сюжетная линия такая, потому что, ну, есть понятие гештальт, да, то есть вот от начала до конца. Нет, ну, это, возможно, было бы оправдано, если бы у людей было в формате домашнего задания, задача посмотреть фильм, и как бы прийти и уже разбирать эти отрывки. Но как бы это сложно, это приходите куда-то, куда вам нужно прийти, потратив время на что-то еще другое. Тут есть немножечко другой формат. Как работает наша психика? Она работает как абсолютная цепочка причинно-следственных связей. То есть вот нейроны должны выстроиться в цепочку. Вы наверняка с этим сталкивались, когда читаете книгу, отвлеклись, непонятно, забыл вот, что это за герой, непонятное какое-то слово. И через время теряется интерес. Ну да. Спать хочется. То есть такая книга, то есть когда не отстроена вот эта вот четкость, там теряется энергия, теряется интерес. И в то же время, если взять там, не знаю, там детектив какой-то там, какую-то историю, ты читаешь, вообще время не замечаешь. Почему? Почему энергии хватает, потому что ух ты, уже там давно спать пора, а ты все читаешь. Энергию дает как раз наличие абсолютной вот этой связи. И если там есть свои моменты, правильно выстроена сюжетная линия, свои взлеты, свои падения, свои плюсы, минусы, переживания, нам энергию дают эмоции. И поэтому, когда по ходу фильма уже какая-то ментальная конструкция заложена, и когда по ходу фильма, я говорю, а вот это, посмотрите, вот это так, так, так. Или, например, вот смотрели фильм недавно «Возвращение» Звягинцева. Это тоже в рамках марафона отцовства было. И там роль отца, и те, которые смотрели фильм, вообще садист. Вот просто, что называется, так ему и надо, что он там в конце погибает. Я говорю, подождите, смотрите, что он делает. Сказал, проверил, невыполнено, наказал. Он нигде, причем ему очень жестко, очень хлестко сын говорит, откуда ты взялся, ты нас не любишь. Он говорит, да, сынок, я подумал, и я исправлю это. Он нигде там не показан как неадекват, как доминант. Он там показан как зрелая личность, зрелый мужчина, состоявшийся. Он просто приходит только уже готовый. Он приходит, и вот когда вот идет разбор того, смотрите, сказал, научил, потребовал. Вот она мужская, вот он формат мужской. Вот он формат отца как учителя, как наставника. И вот это его любовь, он вот здесь вот так. Тем более символизм, говорю, а вот этот символизм, он нас отсылает уже к религиозности. Там некоторые сцены, то есть там вышка, с которой он там упал, как элемент Голгофа и так далее. То есть там идентичность к картине. Есть там этот о Христе. Здесь нам как раз фильм показывает, что именно так работает вообще высшая любовь. У нас же Отец Небесный, он же Отец. Он не любит нас просто так. Ай, ребята, творите, что хотите. Не, не, он нас требует. Вы в этот мир пришли с каким-то предназначением, так будьте добры. Если нет, то, ну, классическая фраза, если ты не идешь за своей путеводной звездой, то сзади будет идти факел, который тебя будет подгонять все-таки что-то делать. Поэтому фильм действительно великолепен. И когда вот эти моменты показываются, разжевываются, они не замечаются. Или там останавливают. Там папа оставил сына, то есть он там конючил, он говорит, что ты хочешь. Да зачем, надо было уезжать, надо было... Хочешь, все, иди, высадил и поехал. Останавливаю, говорю, женщины, ваша реакция. Какой кошмар. Говорю, мужчины, ваша реакция. Да нормально выкрутится. Просто обратите внимание, вот наша разная психология. Когда мужчина воспитывает сына, когда мамочка, не трожь, не гноби, еще там что-то. Что вы делаете? Вы лишаете вот этого, вот этой соподчиненности. А потом тогда мальчики, когда идут в армию, а там уже мамки нету, и там их ломают. И вот это печально. Сколько раз вы, так скажем, встраиваетесь в повествование фильма за время просмотра? По-разному зависит от темы. Есть фильмы, которые вот мы, ну я, допустим, концепцию закладываю. То есть у вас нет сценария прописанного, мне нужно там вот этот момент ухватить, вот этот, вот этот и вот этот. Нет, у меня есть ключевые моменты. Я знаю, просто иногда по фильму это будет, ну я не знаю, там какие-то там десяток раз, где-то может быть и 20-30. Иногда бывает в начале, то есть нужно объяснить завязочку, и дальше более-менее понятно. Идет сюжетная линия, развязка, там понятно. Иногда бывает, наоборот, в конце нужно объяснить, что происходит, почему до этого дошло, как это все развязывается. Как в разборе, то есть что-то понятно, что-то менее понятно. Ну то есть это всегда в формате там диалога, либо вы просто говорите, обратите внимание там на вот это. И потом, через некоторое время, вы уже возвращаетесь за мыслями зрителей. В этом плане просто иногда бывает просто это потому-то, потому-то, или вот так-то, так-то. Иногда бы просто дать пояснение, почему так. Потому что, ну женщинам непонятно, например, наша мужская психология, мужчинам не всегда понятно женская. Когда вот просто делаю акценты, вот оно в рамках сюжетной линии показано, ну это так. Ну, например, такое для меня недавно открытие, мне понравился этот фильм, скажу ей российский фильм, в Питере снимали. Там, где классический вариант мужчина, ну такой вот, ну с элементами доминирования и женщина, истеричка. То есть мужчинам нравятся эмоциональные женщины, но эмоциональности у женской есть оборотная сторона. И там, когда мужчине нравится производить впечатление, когда это позитивная сторона эмоций, но когда негативная сторона эмоций, мужчина теряется, не понимает, что делать, он пасует. А для женщины, истеричность женщины, это тонкая реакция на дискомфорт и на опасность. И когда мужчина теряется, а у женщины видит, что на мужчины нельзя положиться, у него истерики еще больше становятся. И в этом плане в фильме великолепно показали. Я говорю, вот так. Мужчины, вот такое поведение у женщин ваших бывает? Да. Злит? Да. Чего хочется? Прям вообще. Женщины, когда вот так мужчина себя ведет, реально хочется, вот просто взять и истерику захотеть, хочется. То есть естественные механизмы, и мы тогда понимаем, это так работает. Если это так работает, то а в чем смысл тратить нервы и доказывать, что так не надо? А с чем люди уходят в конце? То есть вы подводите их к каким-то выводам или они в принципе собираются и по ходу просмотра, и по ходу этого взаимодействия с вами? Когда это, допустим, в таком более камерном формате, допустим, в этом зале, когда проводим, тут есть возможность что-то пообсуждать даже. Когда это на большой зал, в большей мере, ну то есть какие-то реплики идут, какие-то вопросы идут. Но в основном я подвожу итоги, завершаю какие-то вот эти моменты, черту подвожу, какие-то к выводам привожу. И дальше есть люди там, бывает задают вопросы, бывает мы там в холле уже кинотеатра собираемся и просто там, а почему так не так, а у меня вот так не вот так, а вот тут согласен, не согласен. Ну, бывала когда-то реакция на такой формат, то что, ну, вклиниваться в художественное повествование, надо вот типа от начала до конца посмотреть, и тогда уже, соответственно, делать какие-то выводы. А если вы параллельно ведете свое повествование с повествованием фильма, то это вроде как уже не просмотр кино получается. В этом плане я поэтому и говорю, у нас не просмотр кино, у нас сеанс синемологии. То есть я могу на одну и ту же тему взять или этот фильм, или этот, или этот. То есть важен не фильм, а важен эффект. И в этом плане, ну, когда, допустим, это более камерный вариант, мне больше акцента все-таки на обратную связь, на выводы, на инсайты, которые возникают у людей. И, в принципе, они делятся инсайтами. Тоже очень важный момент, ну, если брать классику синемологии, то как раз вот эти выводы, когда человек там делает, то достаточно хорошо. Хотя, ну, поскольку у нас далеко не первый год этот формат, многие люди говорят, мы ходим, где-то ходят парой, где-то там подруги, друзья ходят, и у нас потом дебаты. Мы потом идем куда-нибудь пить кофе там или еще куда-то, и начинаются дебаты. Там муж с женой рассуждают, разбираются, иногда прям ссоримся по этим моментам. Ну, это живые моменты. Людям есть о чем поговорить, и когда у них, ну, скажем так, одна и та же информация базовая, им договориться проще. То есть люди преимущественно знают, что это за формат, и это немножко другой эффект вы хотите достигнуть, и другой результат, нежели там просто люди пришли, посмотрели фильм, и вы сказали, что вы о нем думаете. Это психологический сеанс, это не киносеанс. Я понял, это методика, которая относится к психологии, где кино это скорее инструмент. Да. Сколько по времени, кстати, вы так заседаете, если фильм плюс, ну, там, дополнительно... Фильм плюс час, вот, допустим, у нас... Фильм плюс час. Да, вот в родине у нас идет фильм плюс один час, где-то, ну, опять же, есть вводные, есть всегда моменты, которые там, там, элемент розыгрыша, там, разыгрываем пригласительные, там, немножко такие, ну, в целом в час вписываемся. Иногда бывает, ну, это больше у себя в центре, когда разбираем, ну, то есть, такие более, там, и философские фильмы, и, там, где-то нужно чуть больше поразжевывать, то там бывает не сдерживание. Что у вас за центр? Тренинговый центр инсайд. А у вас там тоже есть, наверное, разные методики, не только синемология? Да, конечно, конечно, конечно. А чем вы еще занимаетесь, расскажите. Индивидуальное семейное консультирование, и тренинги, и учебные курсы. То есть у вас целый штат специалистов? В основном работаю я сам, это мой центр, с женой работаем. Ну, ваш проект. Здорово. Как давно, кстати, существует формат именно Куба психологического кино? В родине этот формат, вот, в сентябре будет 6 лет. Собственно говоря, до этого я проводил, ну, в таком... С 16-го года. Да, в таком вкамерном варианте, я только 7 лет в Уфе, я из Украины. В Украине я где-то с 2005 года вот такой формат практикую. Ну, то есть здесь, может быть, более системно, более так масштабно. Что касается этих 6 лет, которые были в родине, сразу ли получилось нащупать вот эту свою аудиторию, которая понимает, на что она приходит? Или, то есть был какой-то момент, ну, знаете, ты начинаешь что-то новое, у тебя один раз получилось, потом три раза не получилось, и ты думаешь, так, надо ли мне что-то менять? Или мне надо подождать, пока соберутся вот эти свои люди? В силу того, что я проводил, ну, в такой, ну, в офисе, то есть где-то там друзья приглашали, где-то снимал, то есть формат киноклуба проводили. То есть, в принципе, он был достаточно известный. До того, как переехать сюда, я все-таки периодически приезжал сюда, то есть и поэтому и форматы киноклубов, и тренингов, как-то так клиентская аудитория у меня здесь была. Это вот как раз познакомились с Батыром Ахмедшиным. Он как раз пришел на киноклуб и говорит, классно, нужно это тиражировать. Это самое, и поэтому он договорился уже здесь с администрацией кинотеатра Родина, и первый сеанс у нас был здесь, в малом зале, смотрели фильм «Король говорит», и пришло семь человек. Как-то они не знают, что за формат. Мы как-то так особо, ну, то есть информацию раскинули, ну, люди не очень поняли, что в кинотеатре, что это билеты в кайсе киноклуба, и когда посмотрели, то и руководство тут сказали, это нужно тиражировать. И они со своей стороны, действительно, у нас была там наружная реклама, то есть вот как-то так, они действительно пошли на максимальную лояльность ко всем нашим рекламным вот этим компаниям, акциям. Вот мы, естественно, по своей клиентской базе, там, Батыр подключился, то есть там и блогеров подключали, ну, то есть такие, проект там Добромама мы там прям приглашали. Ну, и поэтому, если на первом здесь было семь человек, то на втором уже люди просились на стульчике. Этого зала не хватило, и поэтому третий сеанс уже был в Большом Зале. Ну, вы преимущественно всегда, мне кажется, у вас сеансы в Большом Зале проходят. Здесь редко, в МОДОМ. Да. Здесь у нас бывают корпоративные форматы, ну, то есть когда заказывают какую-то тему, что-то... Ну, под ключ люди хотят со своей компанией собраться. А какая тема разбиралась на примере, Король говорит? Комплекс публичных выступлений? Нет, там очень интересно рассмотреть вообще родовые влияния, параллели, которые проводятся, то есть, ну, вообще, как идет влияние вот этих вот родовых сценариев. Там очень интересно, как идет, собственно говоря, становление этого Георга VI, он второй ребенок, тем более он заикался, его отец Георг V, он тоже второй ребенок. И там очень интересно, прям, если проводить исторические параллели, там достаточно интересно, сильно роль женщины в становлении мужчины, да, то есть если брать старший брат, которого короновали после отца, он предпочел отношения, то есть он настолько был задавленный отцом и не получивший любви матери, что он согласился на иностранку, которая уже была замужем. Там англиканская церковь выступила против него, как раз вот и насколько жена Георга VI, насколько она его стимулировала. Там вот это вот действительно где-то неприметная, но в то же время очень важная роль женщины, когда все-таки мужчина занимается делом, а женщина, как берегиня, всегда рядышком, всегда стимулирует, далеко не отходит, держит руку на пульсе. Действительно, вот эти моменты отношения там показали великолепно. Женская роль очень значимая, навсегда фоновая. Вот у вас 6 лет проходит этот формат. Как вы ищете срост фильма и темы? Ну, то есть вы достаточно большое количество тем и фильмов уже выбрали. У вас есть какой-то, я не знаю, там, для себя неиссякаемый каталог, ну, там, когда-то написанный, ну, потому что понятно, что история мирового кинематографа, она обширная, плюс с этой стороны тоже прибывает, потому что выходят новые фильмы, или вам это, в принципе, легко дается? То есть вы смотрите какой-то фильм и думаете, так, здесь вот это, вот это, вот это, вот эту тему мы берем за главную, и все, пожалуйста, можно увидеть. Ну, за, в общем-то, достаточное количество лет, если говорить, с 2005-го где-то года уже... Ну, да, это, да, не 6, я 6 лет родинскими годами сужу. Да, то у меня там в базе где-то порядка 300 фильмов есть на разные тематики, и я действительно достаточно много отсматриваю фильмов, то есть слежу за тем, что выходит, появляются новые, когда фильмы, то есть хожу, смотрю, не так-то просто найти фильм, с которым, с которым можно поработать. Бывало такое, что вы посмотрели фильм и думаете, с этим каши не сваришь вообще, здесь совершенно нечего найти для людей. Понятное дело, есть фильмы, которые просто за счет зрелищности и эффекта, в котором не смысла, ну, то есть вот чисто для эмоций, ну, то есть притипно впечатляться там и как-то так спустой. Ну, что это, Форсаж, Трансформеры, есть у вас какие-то антилюбимцы свои? Антилюбимцы? Миньоны. Дети обожают миньонов, взрослые, не очень. Я как-то так вот такой, нет, есть фильмы хорошие, но они очень такие однослойные, они понятные, они все расставляют на места, красиво поставили, красиво показали, там даже не на чем акценты поставить. Ну, я все за примерами гонюсь, как вы видите. За примерами, не смотри вверх. Не смотрите наверх, да. Да, то есть там очень красиво, правильно показали и в том числе психологии. Для меня это жуткий был фильм, то есть в последнем акте абсолютно жуткий, неуютный и такой тревожащий. И в этом плане просто они, ну, они показали, как это все работает, как это все, этот, в том какой-то есть, по-моему, российский фильм, где тоже вот на Марс кого-то отправили и оставили. Марсианин? Ой, нет, Марсианин это Ридли Скотт, а был еще похожий фильм. Да, 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 да. Да, я понял, о чем речь. Тоже сейчас не вспомню, как название. Там действительно много великолепных моментов показано, но он однослойный, он понятный. Я могу там какие-то моменты усилить, усилить впечатление, но там инсайтов не будет. Инсайд возникает, когда происходит состыковка каких-то моментов, то есть вот есть вот разрозненные фрагменты жизни, их нужно собрать в какую-то целостную систему, в цепочку, вот как вот, чтобы энергия потекла. Вот, и там, там нечего собирать. А есть действительно, ну, там, взять тот же бойцовский клуб, взять черный... А какая у вас тема в бойцовском клубе разбиралась? В бойцовском клубе, а там эффект вообще становления мужчины, который вообще растет без отца. То есть как мужчине самому стать мужчиной, как там, как он проходит сепарации, как работают эти проекции, как у него там проекции на эту женщину, как на мать. То есть все проблемы от женщин, потому что она пришла и... А есть же теория, что Марла это третья личность рассказчика, что ее тоже нет. Да, вполне возможно. То есть это все, ну, по сути дела, можно и с этой точки зрения рассматривать, почему у нас в голове есть роли, то есть проекции всего, это наши субличности, и там целая-целая жизнь. Мне нравится такой образ, что наша психика это некая такая африканская республика, в которой в течение дня происходит несколько раз смена правительства. И каждое правительство по-своему принимает решения, думает, отдыхает, веселится и так далее. Вот у нас тоже, то есть у нас какая-то роль, вот я почему, допустим, говорю, в семейной жизни роль родительская ярко проявлена. То есть попасть в роль папы-мамы, ну, а отсюда о чем? Значит, я могу по отношению к своей жене не позицию мужа занять, а позицию папочки. Либо где-то вот доминировать, либо где-то там ублажать. Так же, как жена может там вот начинать там прикрикивать еще так, стоп. Ну, то есть мы иногда путаем вот эти роли. Поэтому, когда мы вот разбираемся, да, с этой точки зрения мультфильм душа посмотреть. Если смотреть в буквальном смысле, 43-летний инфантил просто, что называется, гнобит нерожденную душу. Просто это театр абьюза полнейшего. Пытается забрать ее жизнь, пытается ее обмануть, унизить там и так далее, чтобы решить свои проблемы, в которых виноват сам. Если рассматривать это с точки зрения, это его внутренний ребенок нераскрытый. Это его, он не нашел себя, и поэтому он инфантил. И пока он не поможет себе вот этому внутреннему ребенку, это действительно просто вот путь в мир после. То есть это уже не жизнь, это уже бегство за какими-то иллюзиями. И вот с этой точки зрения мультфильм действительно приобретает вот эту окраску. У вас часто бывает так, что тема и фильмы оказываются настолько востребованы, что вы там периодически к ним возвращаетесь, делаете повторы. И обратный пример, когда, например, выбрали тему, вам она показалась интересной, но не так сильно отозвалась для аудитории. Удивительно, темы как раз абьюза, темы каких-то таких сложных отношений, они всегда вот на пике популярности. Все, что касается людей с людьми. Да, в этом плане есть действительно такие достаточно необычные фильмы, через призму которых там можно было бы посмотреть. Например, недавно смотрели фильм, по-моему, фильм 92-го года «Сила веры», где, ну, по сути дела, поставили как некое шоу, то есть ездили там с этими шоу, религиозного направленности. Проповедники. Проповедники. Популярные проповедники. И так далее, вот как, на самом деле, что это жульничество и так далее. Вот мы рассматривали вообще тему веры в жизни человека. Вера и абстрактное мышление, но первично. Ребенок сначала абстрактно мыслит, и потом эту абстракцию заполняет знаниями. Эйнштейн говорил о том, что вообще воображение первично, а знания очень вторичны. Если мы переключаемся на знания, теряем воображение, то мы вообще себя ограничиваем в жизни. Вот такую тему. И, в общем-то, как-то, ну, может, время не очень, такое сейчас летнее время, но, тем не менее, отклика не нашло. С другой стороны, вот, например, там Звягинцево «Возвращение», то есть вот этот вот... Ну, у вас прям много народу было. И было много народу, и мы его, по-моему, здесь смотрим уже там в четвертый раз, как минимум. Ну, то есть это такой хит внутри формата. Да. Кстати, по поводу веры, я не знаю, может быть, вы смотрели, если нет, для вас это будет актуально. В Штатах популярен концепт, анекдота, раввин и священник католический. И Эдвард Нортон, который играет рассказчика в бойцовском клубе, свой первый режиссерский фильм снял под названием «Сохраняя веру», где он играет священника, а Бен Стиллер играет его друга раввина. И они... у них одна любовь детства на двоих, то есть любовный треугольник. Комический эффект усиливается тем, что это священник раввин, только раввин может иметь жену и семью, но она не еврейка. А католический священник как бы не связан с национальным фактором, но у него не может быть жены. И вот, собственно, все на эту тему. Я думаю, там... Вы не смотрели? Навскидку... Мне почему-то показалось, что вам это может показаться любопытным. Хорошо, спасибо. Посмотрю. У меня действительно некоторые клиенты говорят, а вот такой фильм, такой... То есть действительно смотрю то, что люди смотрят, либо уж чересчур вычурно там что-то такое, там, разбирать очень специфически. Бывают... Либо бывают хорошие фильмы, такие вот принимаю, беру. Ну, в том числе общаюсь с людьми, которые похожие форматы ведут, слежу там, допустим, за тем, что они смотрят, что они анализируют, тоже форматы. А насколько сложно подать людям кино, которые действительно вокруг себя имеют массу домыслов и теорий? Ну, то есть при всей многослойности по поводу, там, той же «Матрицы» и «Бойцовского клуба» у людей так или иначе есть какое-то свое мнение. Есть фильмы, которые прячутся за таким слоем конспирологии, как, например, с широко закрытыми глазами, что их, в принципе, людям при первом просмотре, там, тяжеловато понять. Кто-то их отторгает как непривычную пищу и говорят, я вообще ничего не понял, раз я ничего не понял, то это чушь. Вот вы с таким кино работаете? Или оно должно быть доступным все-таки? Мне нравится, у меня есть формат смыслового кино, и мы там разбираем, ну, например, «Облачный атлас». Там сколько, шесть или семь новелл, которые идут параллельно, которые там нужно понимать. Ну, вот эта идея реинкарнации, идея там перевоплощения связи разных времен, эпох, каждая из которых проявляет какую-то грань личности. То есть сама идея, ну, то есть вот имеет место быть, поскольку религиозная концепция в этом плане все-таки достаточно интересно позиционируется. И вот мне интересно, и интересно показать. И вот когда, по-моему, пару раз смотрели, я прям распечатываю актеров и говорю, так... Вот эта таблица с взаимодействиями, кто где, и еще там есть шкала, типа, злой, добрый, у кого как эта шкала скачет. И у кого-то кто-то стабильно злой, кто-то стабильно добрый. Ну, понятно, да, что это утрировано деление на черное и белое, но там как раз-таки показываются полутона, с которыми душа перерождается. У кого-то идет на развитие, у кого-то идет на деградацию. И там действительно, если вот разобрать потом вот эти вот фрагменты, знаете, это как пазлы, постепенно собирается вся картинка. В этом плане мне действительно облачно нравится. Ну, у персонажей, которых играет Том Хэнкс, есть абсолютно вот этот садистский доктор, который там все в курсе был, его не лечил, до, ну, там, героя практически, да, который помогает восстановить, в общем-то, увядающее человечество. Грант там однозначно вот такое, это мировое зло. Да, Хью Грант там плохих парней играет. Он везде этот, и дальше путь герою такой, он достаточно интересный. У меня, знаете, немножко, ну, это даже не претензия. У «Облачного атласа» у него такая репутация, что он, если брать именно киноискусство, он на момент выхода не был там признан каким-то сильно крутым фильмом, то есть у него не было там наград, еще чего-то. У него достаточно средние оценки профессиональной прессы, при этом у него есть огромная своя фан-база и аудитория людей, которые, как мне кажется, очень многие из этой аудитории для себя этим фильмом заменяют, ну, вообще, в принципе, концепцию своего мировоззрения. То есть они это смотрят и думают, а может быть, так реально было. То есть для них это, ну, замена какого-то там, того же религиозного трактата, я не знаю, ну, в общем, какого-то ориентира, который люди себе выбирают. И поэтому их с ума сводит идея облачного атласа, потому что она им кажется такой свежей и такой логичной. В этом плане просто в определенной степени искусство где-то дополняет, где-то, может быть, подменяет функцию философии. Потому что если взять картины мира, есть однозначно религиозная, которая основана на том, что все было создано, все неизменно так, Бог решит, будет по-другому. И научная, которая прогрессивная, эволюционистская там и так далее, то есть как некое разворачивание, абсолютно логическое. И вот, а у людей, когда идет нестыковка, здесь есть какие-то системы ценностей в религиозном концепте. То есть вот не хватает, потому что наука, по большому счету, аморальна. То есть вот с другой стороны хочется найти объяснение. И почему, собственно говоря, возникла эзотерика, там вся эта мистика, некий симбиоз одного и другого. Кто-то ближе к науке, кто-то ближе к религии. Но вот этому всему, когда придается вот эта эстетизация, вот она действительно через искусство красиво подается. И в этом плане она как некая подмена, или я бы сказал, знаете, такая более понятная, близкая философия. Поэтому кино где-то формирует, в том числе мировоззренческие какие-то позиции, картину мира. Я просто к тому, что тут все равно нужно немножко примешивать там логического мышления, здравого смысла и там понимать то, что да, это может как бы тебя формировать. Но иногда ведь бывают такие яркие образы и яркие примеры, которые как бы сильно тащат за собой волей-неволей, ну там от безобидного там копирования манеры речи, фразочек каких-то до того, что... Ну, я говорю там про совсем такие утрированные примеры из жизни, как там этот фанат, убивший Джона Леннона, который считал, что он Холден Колфилд из книжки «Над пропастью воржи» и приехал в Нью-Йорк, чтобы повторить путь Холдена Колфилда из этой книги. Слишком сильно к этому отнесся, но психически признано, по крайней мере, с судебной медицинской экспертизой был нездоров. Поэтому, в общем-то, такой человек. Тут, собственно говоря, что еще иногда мы ищем в киноискусстве? Все равно, ну, есть какая-то невосполненная у кого-то роль отца, у кого-то роль матери, недополученная, и нет понимания, как это. Ведь, по сути дела, как психика работает до 10 лет, в некритичное просто впитывание всего, чего можно. Дальше работает зона мозга, которая у всех млекопитающих есть. А дальше включается, собственно говоря, наше человеческое критичное восприятие. И поэтому переходный возраст, он из послушного, но зависимого ребенка, он делает протестного ребенка. И в протесте, когда отвергаются родители, нужны новые авторитеты. И поэтому, если нет авторитетов достойных, ну, какие-то там учителя, мастера, наставники, тренеры, то есть вот, ну, что для мальчиков, что для девочек, то есть мозг хватается, поэтому где-то вот просто эти на улице берутся персонажи, да, то есть кто-то там посильнее, понаглее. Тут это же как раз 12 лет, это вот пик подросткового абьюза, то есть друг на друге там самоутверждаются. И нужно поймать, то есть освобожденные места мамы и папы нужно заполнить кем-то или чем-то. И иногда кино действительно настолько впечатляет, что задает формат мышления, формат поведения. Поэтому тут, ну, в этом имеет место быть. Ну да, подменяет какие-то вещи или у человека есть в этом потребность. И поэтому кино не всегда так безобидно. Особенно если это брать детское, подростковое кино. Есть какие-то вредные примеры, которые вы видели? Ну, потому что я, например, ездил на книжный фестиваль, и там был журналист, преподаватель Леонид Клейн. У него, в принципе, он, в первую очередь, преподаватель литературы. Его метод во многом построен. Но он отчасти, конечно, кликбейтный. Но вот у него там лекция, например, тема лекции звучит, как Карлсон, Винни Пух и Мэри Поппинс и другие отрицательные персонажи детской литературы. Или там у него есть своя, в общем-то, теория с примерами. То, что в большинстве басен Крылова нету морали. Точнее, если и есть, то она достаточно искаженная, вредная. И вообще, в принципе, нужно подвергнуть дополнительному критическому анализу перед тем, как принимать это за какую-то истину. На примере персонажей, которые традиционно вызывают или не вызывают симпатию, вот в детском подростковом кино, есть что-то в кино, в образах, в персонажах, то, что вам кажется вредным, например. Или вам это было не близко, например. Если брать классика, за что ругают диснеевские мультфильмы, искажение образа мужчин и женщин, то есть ранняя эротизация всех этих образов. Все-таки у детей это больше, ну, такое культурологически чувственное восприятие, то есть внесексуальное. Они слишком привлекательные? Они слишком яркие и навязчивые, они вызывают совершенно ненужное воображение. И дальше потом, ну, когда вот эти глаза, вот эта вот талия, когда девочки потом начинают равняться, они не признают себя. То есть это потом бьет по самооценке тех, которые воспитаны на... Вот сейчас как раз-таки у Диснея курс на неидеальных персонажей во многом. Да, в этом плане как раз, да, ну, те же пиксаровские, то есть достаточно... Ну, вот мультфильм «Нканто» последний, то есть там главная героиня неуклюжая, единственная из всех не имеет... Ну, там, волшебная семья, вообще какие-то способности у нее нету, она в очках неуклюжая, и она как бы проходит свой путь, то есть курс во многом на это. Потому что они понимают, за что их могут критиковать, ну, то, что, типа, это, да, действительно идеальный образ диснеевской принцессы, они сами уже над ним, там, начинают иронизировать. Поэтому вот эти моменты. Потом, если брать, ну, например, для меня отчасти неким психологическим уродством является фильм «Старый советский» «Морозко». То есть это идет героизация женщины-спасателя и мужчины-нарцисса. Ну, да. Просто вот, причем, ну, так, если просто разбирать с прагматической, такой психологической точки зрения, она вот такая вся никакая, причем, нужно понимать, она провоцирует всех. То есть она там действительно очень мощный провокатор. И когда там вот эта мачеха появляется, опять же, если разобрать, а почему ее папа выбрал такую женщину? Значит, он ведомый. И там показано, что там папа никакой. Папа формирует ориентир на деятельность, мамы на приятие себя. Мама там достаточно мачеха активная, которая говорит, принимай себя, смотри, какая я. А папа никакой, папа там делать ничего не может, поэтому заставляет что-то ее делать. В принципе, с точки зрения, ну, воспитание, правильный сюжет. Его просто можно гипертрофированно вывернуть, что это мачеха, значит, злая. А тут папа такой бедный, несчастный, попал в лапы какой-то непонятной женщины, и она влюбляется вот в этого нарцисса. У него там вот этот голос такой вот, такой вот страдальческий, вот какой-то меланхоличный. В итоге, что он нарцисс, она вот такая, и ему как раз нужна такая, она будет им восхищаться. Нет, не включается протестность. Она там провоцирует мачеху и сестру, тут она начинает провоцировать своего мужчину. И, в общем-то, совершенно понятно при ее сценарии. Поэтому что? Поэтому ее отправляют на мороз, и приходит уже зрелый мужчина, которому нужно проявить какую-то отцовскую заботу. И он ее берет под свое крыло, то есть зрелый мужчина и инфантильная девочка. А этот нарцисс, который вот где-то ходил, вот бедный, несчастный, он себе находит бабу Ягу, старушку, которая там ему покровительствует. То есть там классика вот этих перекрестных отношений папины дочки, мамины сыночки. Ну, не такая уж, да, простая сказка. Да, в этом плане, если разбирать, то там трудно вообще найти мораль. Ну, иногда, да, начинаешь копаться в каком-то произведении, понимаешь то, что, ну, в принципе, многие герои там опять-то негодяи. Ну, в этом плане интересно, в том числе, за протагонистами наблюдать, где они ярко показаны. Это юнговская, ну, есть персона, есть тень. То есть мы, как правило, делаем проекцию что-то в нас непризнанное, и поэтому протагонист, он должен увидеть антагониста, и он должен это победить в себе. То есть, собственно говоря, это психологический аспект, поэтому, когда протагонист показан, ну, то есть яркий, а антагонист неяркий, вот тут как раз сюжет теряет. Когда тень выступает, вот она показывает какие-то непризнанные качества, непринятые, и нужно отделить, где это твое непризнанное в себе, а где это откровенное зло, от которого тебе нужно избавиться. То есть вот этот вот эффект разделения, ну, то есть отделение, что есть хорошо, что есть плохо, вот что дает силу, а что, в общем-то, является негативным источником силы. Вот тут бывает интересный момент. Я правильно понимаю то, что вы уже не можете смотреть фильмы, не анализируя? То есть это ваш способ восприятия информации? В этом плане есть фильмы, которые я просто, ну, просто, допустим, просматриваю, у меня просто щелкают какие-то моменты, я подспудно действительно разбираю какие-то, какие моменты, ситуации, сюжетные линии, сценарии. Ну, скорее всего, это подспудно. То есть... Ну, у вас нет пресыщенности от формата? То, что я вот уже через кино, мне тяжело там анализировать, давать советы, потому что вы долго этим занимаетесь. Или оно подпитывает все время, потому что это разные источники вдохновения, разная информация. Я люблю фильмы, и тем более, поскольку это разноплановые фильмы, то мне интересно, например, вот там фильм «Довод» так голову поломать по поводу физики процессов, как работают вот эти взаимно притягающиеся движения во времени. Ну, то есть мне интересно. У меня все-таки, понимаешь, склад ума логические, мне интересно и физический смысл понять. С другой стороны, есть какие-то действительно просто там красивые эстетические фильмы, которые там смотришь, наслаждаешься. Я, поскольку тоже занимаюсь кином, скорее изучением кино, киноискусства, то тоже для себя всегда отвечаю на вопрос, что нет, оно мне не надоедает. То есть тут чем дальше я им интересуюсь, можно же копать в разные стороны. У вас все равно многие фильмы, которые, ну, сами по себе привлекают, потому что это там, возможно, это новое кино, возможно, это уже там сложившийся хит, или человек этот фильм 150 раз смотрел, и он нашел, наконец-то, для себя новый способ взаимодействовать с этим произведением. Мы ведь наверняка, когда часто пересматриваем что-то любимое, мы, наверное, в этом ищем вот эту остроту первого просмотра. Хотя кто-то совершенно осознанно ищет там что-то новенькое. Иногда это вот как раз ориентир на то, чтобы все-таки потребность в стабильности, она есть, и когда есть фильм, и ты знаешь, что стабильно получишь удовольствие в 25-й раз. Да, он проверенный. Да, проверенный фильм, потому что ты хочешь получить какой-то эффект. Ты просто запускаешь какой-то этот механизм и получаешь от этого эффект. Есть такое. Тут есть еще момент, когда через какое-то время читаешь одну и ту же книжку, ты начинаешь там находить какие-то новые мысли, новые идеи. И тут в этом плане есть резон. Знаете, вот на этом, кстати, алхимия построена. В алхимии, в отличие от химии, там есть процесс, что меняется не только вещество, меняется тот, кто с ним работает. Так же вот с искусством, да, то есть человек, который даже один и тот же фильм смотрит, одну и ту же книгу читает, в нем самом происходят какие-то качественные изменения. То есть в этом можно сказать, что это некая алхимия процесса. А вам вообще какое мировоззрение ближе, ну если это не слишком личный вопрос? Вы просто упоминали алхимию, эзотерику, и при этом там религиозный способ познания, и науку в том числе. Ну то есть вы, очевидно, все это изучили, и, включая философию, неплохо во всем этом разбираетесь. А вам лично что ближе? Для меня ближе, это называется, системная картина мира, в которой выделены универсальные закономерности, которые приявлены и в религии, и в науке, и в мировой культуре, и во всем. Когда видишь вот эти универсалии, опять же, это от Платона Аристотеля, для меня, скажем, учителем в этом плане является Поляков Виталий Андреевич, он как раз вот действительно вот эту концепцию, он переложил многие форматы именно на модели. Простые, понятные модели, поэтому я как визуал, для меня и плюс, вот понятна модель, понятно дальше, как это работает. И на основе этих моделей, просто когда, допустим, развивается какой-то сюжет, я понимаю, так вот, упустили вот этот момент. Почему? Потому что я знаю модель, я знаю вот этот вот этап. И, собственно говоря, это мне помогает в профессии. Человек говорит вот это, вот это, вот это. И просто по мере того, как я слышу о том, как он рассказывает, что он говорит, я понимаю, где есть недостающие моменты. И адресно можно вот что-то такое делать, добавить какой-то вот акцент на чем-то сделать, и у человека все пойдет. Потому что взрослые люди уже есть какие-то привязки, какой-то алгоритм. А мы привыкли развивать то, что получается. И забывать делать то, что у нас получается плохо. И поэтому просто перенести акцент, то есть усилить слабое звено, оно усиливает всю цепочку. В этом плане вот так вот адресно работать мне тоже интересно. И поэтому, когда там смотришь фильм, понимаешь, что где-то там есть вот... И если, например, этот алгоритм усилить какими-то вот этими... А вот если бы еще вот так, то вот тут было бы вот так. То есть показывать вот эти причинно-следственные связи. Вам удалось нащупать свою аудиторию, и она с вами уже несколько лет. Ну, все равно, несмотря на то, что это формат не столько просмотра фильма, сколько это методика психологическая, это все равно часть культурной жизни города. Что-нибудь вас самого привлекает, то есть что вы там регулярно, разово посещаете? Что вам нравится из культурного наполнения Уфы? В целом, вот мне нравится, что много каких-то... Ну, когда это какие-то массовые праздники, мне нравится там симфоночь. Много людей, когда вот что-то такое действительно... Что-то в масштабе города, вы понимаете, большое. Да, вот какие-то такие, когда приходят люди, и... Знаете, вот это то, что называется неожиданная радость. То есть ты не идешь, никаких особых ожиданий в то же время, так, потому что, ну, если куда-то собираешься, там, завышенные ожидания, еще там... И вот тут можно не попасть. Ну, я, наверное, в том возрасте, когда уже особых ожиданий, наверное, нет, много чего, видел, попробовал, с другой стороны, когда вот идешь, и там где-то там какой-то концерт, что-то происходит, ну, там, например, вот открыли арт-квадрат, просто интересный формат. Да. Вот какие-то такие... То есть он необычный, и он как-то где-то, может быть, в чем-то несуразный, а в чем-то вот в этом и есть какая-то своя прелесть. Ну, да, это особенное место, поэтому, собственно, оно и там становится точкой притяжения. Да, поэтому, когда вот такие действительно некие, я бы сказал, такие вот очаги, такие вот интересы появляются, правда, мне достаточно интересно. Искусство может что-то поменять в человеке? Потому что на эту тему много есть различных мнений, рассуждений, что там, ну, если бы это могло повлиять на человека, то там человек, который почитал Диккенса, никогда не сможет убить там другого человека. И много есть таких примеров, но при этом есть как бы, ну, не столько противники, просто люди, которые логически заявляют, что искусство ни на что не влияет, ни на какие глобальные процессы. Искусство как эмоционально-образное восприятие очень сильно влияет на детей и подростков. Вот тут действительно иногда вот какие-то вот какие-то яркие впечатления, пережитые вместе с какими-то героями, они могут, ну, достаточно серьезно влиять на какую-то структуру мировосприятия детской или там подростковой психики. Когда это уже зрелый человек, это вопрос в том, насколько он это искусство пустит в себя или не пустит. В чем как раз особенность синемологии или вот сеансов психологического кино, оно это вовлечение, глубокое вовлечение человека в сюжетную линию, в процесс проживания. Потому что в процессе любой тренинговой работы важны два эффекта. Инсайты. Человек вдруг понял, что на самом деле происходит, со стороны посмотрел, себе прочувствовал. И катарсис, очищение. Фух. И вот где-то вот что-то стало на свои места. Даже если не очень там позитивно, но стало на свои места. Ну, это так. Даже если тебе это не очень нравится, ты понимаешь, что, ну, это естественно, это нормально и по-другому, наверное, быть не может. Некое облегчение происходит. И в этом плане человек может не впустить в себя искусство. Ну, просто посмотрел, где-то что-то зацепило. Вот, как вы говорите, что-то в фильме там не понравилось, и все. И даже с каким-то отторжением пошел. Стоп, почему отторжение? Очень интересная вот пришла мысль, вторую матрицу не приняли. Почему? Героизация еще, вторая матрица, чем она для меня потрясающая? Она переворачивает восприятие. Нео, Тринити, этот Морфей, Герой, они оказываются там вообще отщепенцами в своем этом. Они там бунтари, их там не принимают. И оказывается, вот это так. Зион, это некий оплот человеческой жизни и показывает чуть ли не какую-то оргию ритуально-сексуальную какую-то. И вот ради этого человечества нужно как-то страдать. Этот фильм переворачивает сознание. Если не понимать, что действительно на определенном этапе сознание переворачивается, и не понимать, как это происходит, то это действительно вызывает отторжение. Никто из нас не любит переворотов. Никто из нас не любит кризисов, которые переворачивают нашу жизнь, наше сознание. Но именно через это мы и развиваемся, и растем. Поэтому для меня, например... Почему некоторые говорят, прям голова разболелась, какой фильм кошмарный, какой ужасный. Вот такие были ожидания, вот так все. И когда начинаешь людям объяснять, вот это так происходит. Ребенок, родители, ну, чуть ли не боги-герои. Ага, оказывается, вот оно что, и подростковый период. И вот переворачивается восприятие родителей. Да они вообще в жизни ничего не смыслят. Вот до этого, да? То есть потом какие-то у тебя возникают, там все, нашел для себя какой-то пример героя, начинаешь с ним сближаться, смотреть, а так он, оказывается, простой человек. И у него там как-то вот эти очарования, разочарования, это привычное для многих. Это неприятно, но именно это перезагружает психику и способность человека проходить вот такие ситуации. Даже просто вот удерживать внимание, понимать, что происходит, почему. Да, там эта пифия, которая там, душа этой вот всей революции, всего этого, оказывается программа. Да, программа. И так далее. То есть вот какие-то вот эти моменты, которые разочаровывают. Но когда ты начинаешь все, потом у тебя была одна картина мира, и вдруг она не просто перевернулась, она формирует, ну как в каллигоэдоскопе, другую картинку. И умение перестроиться с одной картинкой на другой, это уже гибкость мышления. Это уже стрессоустойчивость. То есть это очень важные вообще моменты в психологии. Какая у вас ближайшая тема на рассмотрение и фильм, который вы, возможно, еще не смотрели с аудиторией? Мы заявили, что будет, ну просили, поскольку мужскую тему посмотрели. Тему материнства? Тема женская. То есть, ну, заявили о том, что, скорее всего, посмотрим фильм «Мемуары гейши». Там как раз вот вопросы женской судьбы, мужчина в роли, в жизни женщины. Вот эти вот разные позиции. Но подумай, потому что просили некоторые грани аспекта. Может быть, тоже сделаем какой-то такой вот мини-марафончик. Мини-марафон. Дня три, чтобы показать немножко разные грани. А что бы вы еще включили тогда в марафон, чтобы показать грани женственности? Тут, наверное, не столько женственности, сколько грани вообще женской судьбы, женского становления. Не готов сказать. Вот вы приводили пример «Москва слезам не верят» и директорам завода. В этом плане в чем сложность? Там две части, две серии, он достаточно длинный. Ну да, он длинный, да. И он действительно такой, ну, знаете как, его действительно нужно посмаковать. То есть там есть момент, на который стоит обратить внимание. В этом плане, думаю, над фильмом «Доминика», по-моему, называют. Да, «Доминика», там, где роль женщины в жизни мужчины. И именно какие-то непризнанные роли женские в жизни мужчины показаны. И именно то, что цепляет мужчину. Вот как раз там, когда это ребенок капризничает, протестует. Когда там, это когда подросток вот начинает там идти в разнос там и требует свободу. Когда там женщина, которая там начинает там вызывать протесты. Она говорит, я хочу мирно, нормально договориться. Нет, должно быть вот это. То есть там есть вот эти вот очень важные штрихи к роли. Ну, вполне возможно, вот этот фильм. Ну, посмотреть, что еще. Как становление вообще и как перенимается сценарий. Но мы его недавно разбирали фильм «Круэлла». Как «Круэлла», в общем-то, раскрывает себе все особенности матери. И, по сути дела, из просто активной, гиперактивной девочки становится, по сути дела, социопатом. Ну, да. Это интересный подход к режиму злодейки. Ну, такой более глубокий. То есть он не просто хочет уничтожить собак, чтобы сделать себе красивое манго. На основе колоритного образа можно сделать образ поглубже. Да. Поэтому, ну, то есть вот такая, ну, по крайней мере, в ближайшее время, то есть женскую судьбу, женское становление обсудим, посмотрим. Тогда последний вопрос. Что вас делает счастливым? Для меня счастье – это состояние. То есть я долго к этому, пожалуй, шел. То есть счастлив, когда, вот для меня ушло. То есть вот я перестал искать счастье в чем-то внешнем. Во мне, в том числе благодаря, может быть, искусству, киноискусству и некоему гуманизму, без которого вообще невозможна работа психолога, у меня есть определенное эстетическое восприятие жизни, любых ее граней. И поэтому я могу, ну, действительно, вот как-то с интересом наблюдать за жизнью. И вот это, наверное. Знаете, мне нравится вот эта идея. Мужчина становится зрелым, когда умеет любить, не обладая. Ну, то есть мужчина, как правило, если что-то любит, что-то в чем-то, что-то ему надо, ему нужно захватить, и это мое. Надо получить контроль. Вот как-то у меня я, действительно, в психологии крайне важно самому прорабатываться и свои там эти грани, так сказать, периодически проверять, контролировать. То вот когда я пришел к тому, что я могу просто чем-то вот там восхищаться, что-то воспринимать, просто, ну, вот есть такое, и все. Поэтому меня делает счастливым сам факт жизни, общения с людьми. И появляются вот интересные люди-собеседники, интересные темы. То есть вот как-то настолько есть доверие к жизни, несмотря на все то, что жизнь преподносит массу сюрпризов, которые, там, может, эмоционально вызывают какой-то фон, но они объективные. Ты просто смотришь, в какую у тебя историческую эпоху пришлось жить, как ты это воспринимаешь, находишь свою какую-то позицию, находишь какой-то равновесие. Наверное, это. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам.